МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Реквием по мечте". Кировчане мечтают. Вот в Александровском парке на ротонде неравнодушные горожане поставили пианино. Помнятся они однажды, и дороги застилали коврами. Это такой своеобразный намек власти. Мечтаем, чтобы в парках было культурно и весело, на дорогах чисто и ровно. Смотрите сегодня. Как бы не сглазить и не запаниковать, дан старт масштабному ремонту дорог. Общественники уже готовятся к неусыпному контролю. Паниковали зря. Рекордного паводка не случилось, но генеральная репетиция получилась вполне генеральной. Криминальные сводки 80-х, ограбленный храм, в Советске снова обретет утраченный оклад иконы Феодосия Черниговского. Это «Точка зрения», авторский взгляд на события «Семидневки» в студии Владислав Крысов. Здравствуйте. И партия тут снова ни при чем. Просто, наверное, немного остается времени до других выборов. И сделанные дороги даже не козырь, а джокер для России. Протестный Киров в этом смысле просто необходимо сдобрить. Сдабривать уже начали. Неделя в Кирове прошла под лозунгами «Сделаем, проконтролируем, все будет хорошо». И, видимо, поэтому, что на кону стоит великий выбор, пока складывается впечатление, что дороги действительно сделают как нужно, хоть и насколько возможно. Улица Володарского. Таких памятников технологиям содержания дорог в Кирове даже не сотни. И, казалось бы, должны уже проанализировать, сделать выводы. И покаяться, но… Открытие сезона ремонтных работ 2017 уже начали делать улицы Мопро. Позвали журналистов. Главный вопрос – надолго ли? «По требованиям муниципальных контрактов гарантийный срок – 4 года. То есть в течение 4 лет подрядчик несет полную гарантию по восстановлению асфальтобетонного покрытия, если оно в каких-то местах будет разрушено». «Ну, то есть это не гарантирует, что они не разрушатся в следующей весне? Гарантия только ремонта?» «Гарантия ремонта». Про мифическую гарантию слышали все еще в прошлом году. Но ситуация, когда исполнитель может простыми словами «спрыгнуть с обязательств», осталась прежней. На словах – 4 года. На деле любой строитель сможет доказать, что излом произошел из-за того, что делался ремонт только верхнего слоя, не трогая подушку. Из планируемых 87 километров Кирове участков с полным ремонтом всех слоев – единицы. И в этом случае всем понятно, что хотя бы тот ремонт, который планируют, нужно провести с соблюдением всех технологий. Неуроженец Кировской области, директор ДДХ Андрей Менькин обещает – все будет по-нашему. Уже страшновато, но уточняет – как в Москве. «У нас в Москве всегда так было, каждый этап работ актируется. Выполнили этапы определенной работы, заактировали, отсняли все, сделали фотоматериалы, потом все это прикладывается, чтобы потом, если какие-то вдруг вопросы, чтобы можно было всегда поднять, вдруг скажут – да, у вас там было сделано плохо, вот есть акт, есть фотоматериалы. Все, видите, все было хорошо, да, ну потому что, кто его знает, может быть, какой-то, если дефект выйдет, чтобы мы, соответственно, могли это предъявить, считать, что, да, вот, или нашли какой-то момент, отсняли его тоже, сказали – вот здесь надо доработать». И кажется, что можно выдохнуть и поверить. Но немного раньше дня начала глобального ремонта был ремонт ямочный. И участники комиссии по контролю за ремонтом дорог немного проконтролировали и снова затаили дыхание. На ямочный ремонт уже были потрачены бюджетные деньги. Их просто засыпали в мокрые ямы. И уже никто не верит в волшебной технологии, когда как будто бы можно и в лужи. И в ДДХ тоже согласны с народным юмором, от которого уже не смешно. «Если будет идти дождь, естественно, что в дождь никто укладывать асфальт не собирается. И нарушать технологии тоже мы за этим будем следить чётко, чтобы никаких нарушений в технологическом процессе не происходило». Киров получил миллиарды девяносто миллионов на дороге. Уже прошли волнения и протесты у ФАС с не совсем честными конкурсами, прошли волнения по поводу ямочного ремонта. «Братья и сёстры, что же вы делаете тут?» Впереди волнения ремонта глобального. К октябрю его обещают завершить. И есть точка зрения, что начнутся волнения гарантийные. Поводок 2017 можно выдохнуть. И большая вода не пришла. Чиновники утверждают, что всё ещё держат руку на пульсе. А ещё ежедневные отчёты о том, как всё хорошо. И действительно, всё хорошо. Испытать мостики на плавучесть не получилось. И всё-таки кое-где отчёты в кабинетах не сошлись с реальностью. Для жителей Слободы Дымково утро 10 мая было не таким радужным, как для чиновников городской администрации. На несколько улиц пришла вода. Кое-где уже и сапоги не спасут. Нет мостиков – нет проблем. Потому как самым частым для обсуждения вопросом среди градоначальников был, всплывут или не всплывут мостики. Тротуары пока вода не поднимет. Те дома, которые уже подтопило тротуарное хозяйство, соединяющее с наплавными или стационарными тротуарами, работы выполнены. В принципе, угрозы пока нет. Сами видели на фотографиях. Тротуары наплавные отремонтированы. У нас ещё даже наплавные тротуары вода не подняла. И если взять за константу просто наличие тех самых мустиков и тротуаров, то всё в порядке. По крайней мере, в отчётах. Значит, все тротуары у нас есть. Выходы со всех. Одна группа из домов есть. А вот те самые переходы. Обитатели первого дома по улице Лесозаводской не были на совещании в администрации. Поэтому они просто не знают, что всё в порядке. Мостики не плавают, но и не тонут. Значит, всё в порядке. Верить на слово местная жительница не хочет. На мостике к своей муниципальной квартире она сегодня чуть не сломала ногу. Ничего не подготовили. Вот, видите, старая троя записывалась. Никто ничего нам не пришёл и не сделал. Вот. Любую взять, так и то всё вырвет. Скорее всего, уже на следующей неделе будут подведены итоги паводка. Генеральная репетиция прошла успешно. Фальшь-старт. По отчётам всё хорошо и современно. В Советске на освоении 75 бюджетных миллионов там построили спорткомплекс. Наверное, местные чиновники и не предполагали, что дарённому коню посмотрят в зубы. И ещё год назад разгорелся первый скандал. Из-под пола пошли талые воды. Нынешняя весна там тоже весёлая. Специальной комиссии предложили принять открытую спортплощадку для тренировок баскетболистов. Баскетболисты в шоке. Про физкультурно-оздоровительный комплекс в Советске вполне можно снимать сериал, что и делает баскетбольная общественность. Первая серия вышла весной 2016 года, когда спортсменам предложили оценить здание, построенное на бюджетные деньги. Пол вполне может потянуть на полноценную вторую серию. Удивил не только материал. Его назвали неким ноу-хау и вопреки всем регламентам – альтернативой деревянному. Бассейн, наверное, здесь решили сделать. Ну, про покрытие я говорить не буду. Это даже по регламенту о спортивных играх запрещено играть на таких полах. Серия 3 – еще одна новинка спортивных площадок – натуральное увлажнение. С улицы попадает вода. Вот она. В общем, вода. Вот. Крупный складок. Понимаете? И, наконец, зрители дождались второго сезона увлекательного сериала. Он называется «Открытая площадка для тренировок баскетболистов». Выездное заседание Федерации баскетбола Кировской области на баскетбольной площадке, построенной по новым технологиям 21 века. «Остановка! Остановка! Остановка! Бросаем его вниз!» «Он же не прыгнул. Потерпнулся». «Как здесь делать, если здесь невозможно работать?» «Ты восьмерку постучи! Восьмерку!» Сейчас планируются съемки третьего сезона. Сериала «Фок» в Советской пишется сценарий. О его деталях мы попросили рассказать чиновников, кураторов из правительства области. Ответ пока не пришел. Видимо, написание такого сложного материала поручено слишком серьезным специалистам. Детектив корнями из 80-х Кировскую область снова вспомнили в федеральном масштабе. В Тульской области в закромах местных полицейских нашли забытый вещдок. По самым скромным оценкам, его стоимость сейчас начинается от 70 тысяч долларов. Оклад иконы XIX века пролежал в камере вещественных доказательств после задержания банды грабителей почти 40 лет. Сейчас реликвию вернут в Вятскую епархию, а мы съездили в тот храм, откуда начиналась вся эта криминальная история. Покровская церковь города Советска – одна из самых старинных в области. Даже в летописях сложно найти, когда она была построена точно. Начало XVII века – первое упоминание. В истории купеческой кукарки храмом жертвовали очень дорогие иконы. Большинство из них написаны на Афоне. Несмотря на десятки набегов грабителей, в этом храме до сих пор висят уникальные реликвии. Оклад иконы Николая Чудотворца, например, очень схож по мастерству изготовления с тем окладом, который сейчас знают во всей России. В начале 80-х он был украден в городе Советске. В этом киоке сзади иконы есть пропил и углубление в синяя ниша. То есть где и находилась эта икона Федосича Черниговского. Икона примерно была почти вот такого размера. Почти вот такого размера. То есть большая, хорошая икона. Ну да, конечно, для меня это было неожиданно, что спустя много-много лет, ведь обычно спустя много лет уже ничего не находится. А здесь, что именно с этого храма, с глубинки России был наднят такой ценный, дорогостоящий. Банду грабителей задержали далеко от Вятки. И, видимо, поэтому изъятый у них оклад работы знаменитого мастера Ивана Хлебникова так и остался в камере вещдоков. Спустя почти 40 лет сотрудники нынешней тульской пресс-службы полиции выяснили, как и откуда было украдено церковное имущество. А в Советске до сих пор остались люди, которые помнят эту криминальную историю 80-х. Я помню, как еще жив был сторож, и он рассказывал эту историю о краже вот именно этой иконы, что грабители ночью его связали, оглушили и привязали к одному из памятников на этом древнем кладбище. Потом проникли в храм и вынесли вот именно только оклад. А почему только оклад? Ну вот, как описывается в деле, что икона была очень в плачевном состоянии, была вся поражена жучком и черевями. После сложной процедуры передачи оклад иконы вернется в Вятскую епархию. Тогда, по словам настоятеля Покровской церкви, будет решено, кто напишет для него новую икону. Скорее всего, обретенная святыня займет место в Успенском соборе, а в Советск она будет возвращаться каждый год в день святого Феодосия Черниговского. Это была «Точка зрения», авторский взгляд на события недели. В студии работал Владислав Крысов. Увидимся через 7 дней. Пока. Субтитры подогнал «Симон»